Ребят, всем привет! Сегодня обзор биржи Binance. Мы пройдемся по всем аспектам, начиная от того, как купить крипту, до того, как ее обменять, вывести, как торговать на фьючах, что такое Binance Launchpad, Launchpool, Staking, NFT платформа, Binance Pay и разберем вообще все, что есть на Binance в одном большом видео. Поехали! Стоит отметить, что Binance это номер один централизованная биржа в мире. Это подтверждают все возможные сервисы типа CoinGecko, Binance номер один, CoinMarketCap, Binance номер один и ряд других. То есть на бирже больше всего ликвидности, больше всего участников, игроков на рынке, больше всего объемов. И в целом биржа по функционалу самая большая и удобная. Первый шаг это, конечно же, регистрация на бирже. Для этого под видео у нас здесь будет ссылочка на регистрацию. Копируем ее и регистрируемся. Процесс регистрации довольно простой. Вы можете зарегистрироваться, используя email, либо телефон. Тут уже up to you, что вам удобней. Вписываем email, пароль и проверяем, что у вас есть referral ID, который вам даст 20% скидку на торговые комиссии. И поверьте мне, что, казалось бы, 20% это не так много. Но если вы представите свой объем, количество сделок в день и умножите это на месяц и впоследствии на год, то вы поймете, что 20% это безумно много. И советую, если у вас уже есть даже аккаунт на Binance, зарегать его с скидкой на комиссию, чтобы было дешевле торговать. Я создал сейчас отдельную почту для того, чтобы в режиме онлайн зарегистрировать аккаунт на Binance, но пройти верификацию к UVC я не смогу, потому что она проходится один раз. Ее можно пройти как на права, так и на паспорт загран, так и на обычный украинский паспорт. То есть, я думаю, что-то одно из трех вас точно найдется. Для регистрации вводим email, пароль, проверяем еще раз реферал код, нажимаем create account. Проходим капчу. Нам на почту высылается код для подтверждения почты. Мы его копируем, вставляем. Вуаля, success нас пустила. Welcome to Binance. Нам сразу же предлагают купить крипту, депозитить крипту, если она у вас уже есть для начала торговли, или купить ее с помощью P2P. Я обычно вот так скипаю, захожу на наш профиль, тут написано Unverified. И вот сверху всплывает табличка, надо нажать verify и пройти personal verification. Смотрите, какой момент сразу же. Вам нужно пройти верификацию на себя. Ее можно пройти лишь один раз на свою личность. Даже если у вас там двойное, тройное гражданство, лицо вы сканируете один раз и не получится сделать на разные паспорта, разные аккаунты. Пройти ее можно, если вы в Украине, на права, на загранпаспорт и на обычный даже просто бумажный паспорт. Даже вот так Binance сделал. Вам надо просто верифайт. Переходим в раздел Personal Information. Тут вбиваем все свои данные. Я сейчас их убью, они будут для вас замазаны. И дальше вас просят добавить паспорт, либо водительские права. Тут уже up to you. Как хотите, можете даже просто свой паспорт вставить. Я обычно делаю это все на права. Тут вам инструкция, как ее загрузить. И дальше будет верификация вашего лица. Ну, я уже верификацию давно прошел, я не смогу ее пройти еще раз, но думаю, там вообще несложно, разберетесь. Представим, что вы уже прошли верификацию. При входе в ваш аккаунт есть очень важный момент, чтобы выбирать язык. От выбора языка зависит ваш регион. И если вы находитесь в Украине, то рекомендуется, конечно, выбирать украинскую мову. Если вы находитесь в России, то нужно выбирать русский язык, потому что идет полностью адаптация по регионам, да, новости адаптируются, да, какие-то события, что у вас там происходит, интересно. Поэтому лучше сидеть на вашем родном регионе. Также, когда вы нажимаете на свой профиль и выбираете раздел Беспека, обязательно ставьте себе Google-унтификатор и подтверждение по электронной почте. Можете также подвязать номер телефона и сделать себе ключи безопасности. Так как у нас большинство аудитории русскоязычная, то будем сделать обзор на русском языке, хоть мы и находимся в Украине. Ставьте максимальное количество безопасности, ставьте антифишинговый код. В общем, чем больше вы в вкладке безопасность включите, тем для вас будет лучше. Это я вас уверяю, лишним не будет. Заморочитесь чуть-чуть, поставьте много безопасности, пусть выводить будет дольше, тяжелее. Но это лучше, чем у вас в один день просто уведут каким-то образом ваши деньги. Ребят, на данный момент, что мы имеем? Мы делаем это видео для абсолютных новичков и очень любителей. Но в первую очередь для новичков. Для новичков, у которых нету Binance, нету Clipty и они хотят как-то начать торговать, начать купить первую одну сотую, одну тысячу биткоина. И это видео рассчитано именно на них. То есть, как зарегистрировать аккаунт, как на нем пройти верификацию, как его правильно обезопасить и что делать дальше. То есть, на данный момент у нас уже есть аккаунт, на нем есть верификация личности, чтобы пользоваться всеми сервисами, которые предоставляет Binance. И аккаунты без запашен всеми возможными вариантами я уже вам показал. Что делать дальше? У человека нет крипты, ее надо купить. Купить как? Вот, давайте разбираться. На Binance есть варианты покупки. Вот здесь купить криптовалюту. Первый, второй, третий вариант. Сейчас мы по ним пробежимся. Но я же сказал, что буду на русском делать обзор. Почему снова Украинский язык? Потому что я нахожусь в Украине и, включая Украинский язык, у меня будут максимально релевантные для меня новости, фиатные шлюзы и вообще все. Поэтому, если вы находитесь в Польше, ставьте польский язык. Если вы находитесь в Германии, ставьте немецкий язык. Если вы находитесь в России, ставьте русский язык. Если вы находитесь в Украине, ставьте украинский язык. Все очень просто и понятно. Да, то есть если вам нужно делать какие-то операции, кроме торговли. Поэтому сейчас вот покупка крипты за фиат, я буду показывать именно наукой языке. И давайте пробежимся по вариантам. Я очень давно не покупал криптовалюту с карточки, я думаю, это и так понятно, да. Но вот прямо сейчас с вами буду вместе пробовать. Захожу, нажимаю депозит за допомогой картки и смотрю, да, 0.8, 0.8, 0.5. Как бы, ну, выбираю, очевидно, 0.5. Продолжит. Буду покупать на 450 гривен. Вывод рима это 447 гривен. Ну, хорошо, комиссия 225, пит вернет. Также происходит ситуация, что мне надо где-то зарегистрироваться на каком-то АДВ кэше. Не хочу регистрироваться. Ну, вот, ну, зачем мне лишняя регистрация? Выберу SettlePay, плата за допомогу картки. Надо внести свою карту. Я добавил свою карту, выбрал SettlePay, нажимаю 450 гривен, подтвердить. Комиссия вот 360 гривен. Просит подтвердить. Беру телефон, в приложении подтверждаю покупку. Меня перебрасывает сразу же. Пишет депозит. Мы купили, грубо говоря, гривну на счет в Binance. Сейчас покажу, как это выглядит. Нажимаем на кнопочку Hamanet. Давайте сделаем русский язык назад. Нажимаем на кнопочку кошелек и Fiat Espot. И здесь мы сразу же увидим, что мы купили 472 гривны. То есть 17,48 доллара. А списалось у меня почему-то 450 гривен. То есть, а, у меня, наверное, на счету что-то было. Хорошо. Мы купили тут 447 гривен. Если вы помните, с учетом комиссии, мне пришло 447 гривен. Можно даже зайти в историю транзакций и посмотреть, как это выглядит. Вот, 446 гривен. Заплатил я 450. Да, то есть, там, небольшая комиссия. Попробуем сейчас купить другим способом. Для этого переходим на купить криптовалюту у кредитно-дебетовой карты. Тех же ввожу 450 гривен и хочу купить USDT. Оплата за допомогу кредитно-дебетовой карты. Сейчас я это добавлю и, опять же, снова вам покажу. Добавил карту. Точнее, обновил страницу и она подтянулась, которую я добавлял в первый раз. Нажимаю продолжить. Введите CV2-код. Я ввел CV2-код. Нажимаем галочку, что ты погодишься со всеми условиями. Вся вот эта вот история. Нажимаем подтвердить. И мы купили 1597 тезер. Попробуем еще купить через P2P. И вот посмотрим, где получилось у нас выгоднее всего купить. То есть, оставляем. Здесь у нас 1597. Попробуем сейчас купить через P2P. То есть, купите криптовалюту. P2P. Выбираем, что нам надо купить. USDT за гривну. Кстати, по P2P прикольный момент, что можно купить даже за наличку годивковый разрахунок. И там будут специальные мерчанты, где можно прийти и привезти им наличку. И они вам выдадут крипту. Да, но нам интересует покупка за гривну, за монобанк. Смотрим, где самый приятный курс. Вот есть у Никиты Берч. Да, 27.44 гривны за доллар. Доступно 283 доллара. Нас устраивает. Нажимаем купить USDT. А, просит сделать смс-верификацию, которая на этом аккаунте не стоит. Но сейчас я ее поставлю и вернусь к вам. Я привязал свой номер. Нажимаю, что я выкнал вымоги. И я хочу за платы 450 гривен. И получу 16.39 долларов. То есть мы даже можем не покупать. Видно, да, что это через P2P. На это предложение получается выгоднее, чем через Binance. Но опять же, все зависит от объема. Надо смотреть конкретно на то, какой объем вы хотите купить. За какую валюту, в какой стране вы находитесь. И от этого будет зависеть, ну, где выгоднее покупать. То есть если небольшие суммы, то выгоднее всего через P2P. Нажимаете купить USDT. И видно, что вот есть человек. Берни Микита. Вот есть его карта. Монобанк. И сейчас будем проводить сделку. Я даже сейчас покажу, как это выглядит. Пишем. Привет, Никита. Я отправил денежку на Монобанк. Жду от тебя USDT. Беру телефон и отправляем ему ровно 450 гривен. Я отправил денежку на Монобанк. Жду от тебя USDT. Вот и ты ордер. Мы нажимаем, что мы провели оплату. Даже, ну, посмотрим, вот сколько займет времени, да. Крубо говоря, я оплатил. Сейчас у нас на часах 14.46. Посмотрим, когда он закроет ордер. Эта запись сейчас очень сильно ускорится. Замовывание выполнено. Приказаты на биржевой гамонете. То есть заняло реально секунд 30 просто. Вот, 16-39 долларов. И что мы на данный момент имеем? На P2P у нас вышло 16.39 долларов. На втором способе кредитно-дебетовая карта вышло 15.97. Да, как бы очень просто. Сейчас откроем калькулятор. 16.39, разделим это на 15.97, чтобы понять, какая разница. Разница вышла, ну, приличная. 2,5% даже. 2,6. На 2,6% выгоднее через P2P. И у нас еще вот куплено 446 гривен, 40 копеек. Да, что нам с ними делать? Это депозит был через первый вариант. Для этого нам надо зайти на торговлю. Я обычно пользуюсь продвинутой. Там уже кому как удобно. Выбираем здесь BUSDT UAH. Вот так вот. И по маркету покупаем на 446.60. Купить USDT. Подтвердить. У нас получилось ровно 16 тезера. Да? То есть, грубо говоря, что у нас получается по итогу. Покупая через первый вариант, мы получили 16 тезера. Покупая через второй вариант, мы получили 15.97 тезера. И через P2P 16.39. То есть, выгоднее всего покупать через P2P. Смотрите еще нюанс. Если вам нужно вносить какие-то большие суммы, то, конечно, желательно пользоваться обменками. Мы рекомендуем пользоваться обменкой Optica Exchange. Сейчас я про нее чуть-чуть расскажу. Optica Exchange это наши партнеры. Это огромнейшая обменка в Украине. Под каждым видео в описании есть на нее ссылочка. Обмен криптовалюты. Нажимаем, переходим, нажимаем открыть Telegram. У нас открывается Telegram. Где есть закреп? Менеджер. Optica Exchange 01. Пишем менеджеру. Здравствуйте, хотим поменять такой-то объем в таком-то городе. За наличку, за доллар, евро, гривну, купить тезер или биток, например. Я советую тезер покупать. Вам озвучивают все условия. И мы просто ручаемся за этих ребят. Мы их знаем лично. И если вам нужно вводить большие суммы, которые по карте не всегда получаются, то обращайтесь к Optica Exchange. Но если у вас суммы 100 долларов, 200, 300, 500, даже 1000 долларов, то можете не сильно переживать. Просто идти на Binance и пользоваться одним из трех способов пополнения. Ну, так же самое можно вывести. Да, то есть вы видели, что у нас как получилось. То есть лучше всего пользоваться P2P. Ну, или на большие суммы Optica Exchange. Закончили с P2P. Да, теперь у нас на балансе есть крипта. То есть гривна либо тезер. Я советую все держать в USDT. Либо же есть другие альтернативные стейблкоины. Это USDC, это BUSD. Да, как мы это можем проверить? Заходим на CoinGecko. Пишем в пояс. Давайте я вам покажу чисто браузер, чтобы мое лицо ничего не закрывало. Когда мы открываем USDT, тут есть категория Tech Stable Coins. Вы на нее нажимаете и видно все стейблкоины. То есть первый USDT, потом USDC, потом BUSD и куча других. Но самые три топа это USDT, USDC и BUSD. По стейблкоинам все довольно просто. USDT самый массивный, популярный, большой стейблкоин, у которого капа самая огромная. USDC считается самым чистым и легальным таким американским стейблкоином. Ну а BUSD это бинансовский стейбл. Дальше там уже идут децентрализованные стейблы, алго стейблы и так далее. Это все уже внутри DeFi, в основном на эфире. Но это сейчас не об этом, не вникайте. Вас больше всего должен интересовать USDT. Так, возвращаемся к бинансу. Нажал на кошелек, фиат и спот попал в наш кошелек. Не смотрите на мои балансы, я оставил, просто не хотел бы USD никуда выводить. 33 USDT. Сейчас попробуем, как торговать. Смотрите, у нас есть вкладка торговля. Давайте вот так вам покажу. Здесь у нас есть конвертация. Это по факту просто обмен с одной валюты на другую. Примитивно, максимально просто. Но я советую этим не пользоваться. Про маржу мы потом поговорим. P2P я вам уже показал, как работает. Мы купили с карты USDT. Можно также USDT продать на карту, либо BTOC продать на карту, неважно. Токенизированные акции. Давайте я вам сейчас покажу, чтобы мы потом к ним не возвращались. На бинансе появились акции, но торговать ими невозможно. То есть, когда мы заходим на акции, бинанс пишет, с этого момента новые токенизированные акции станут недоступны для покупки на бинанс.com. Бинанс.com больше не будет поддерживать какие-либо токенизированные акции с 14 октября 2021 года. То есть, хоть у нас сейчас и сентябрь, но по факту с акциями там очень сложно юридически уладить вопрос. Если вы нажимаете там торговля акциями, то как бы тут не совсем все хорошо. Поэтому про акции рассказывать не буду. Про P2P рассказал, про конвертацию рассказал. Нас сейчас интересует классическая, продвинутая и маржа. Давайте так. Классическая и продвинутая – это по факту одно и то же. Просто мне нравится больше интерфейс продвинутой, и я вам советую пользоваться продвинутой. То есть, если вам больше нравится классическая, пожалуйста, пользуйтесь, но я буду рассказывать про продвинутую. Это одно и то же с разным интерфейсом. Нажимаем продвинутая, торговля продвинутая, попадаем вот в такой интерфейс. Если вы нажмете классическая, то будет выглядеть все просто чуть-чуть иначе, по-другому все будет расположено. Тут уже дело привычки. Советую привыкать к продвинутой. Так, вот это вот сразу же убираем, чтобы оно нам не мешало. Так как у меня темная тема Binance, вот тут можно переключать, кому как нравится. Смотрите, если сделали темную, сразу же график стал темный. Я обычно убираю машки, чтобы они мне не мешали. Два раза нажать будет показываться или убираться объем. Тут у нас можно, если вы там график как-то сплюснули, не понимаете что как, нажимаете авто, и он становится нормальным. Сам адаптируется под ваш монитор. Тут можно все двигать, как вам удобно, да, там, размер стакана, да, размер ленты менять. Ну, короче, адаптируйте, как вам удобно, под свой монитор, настраивайтесь. В общем, здесь у нас самое главное, по факту, два поля, это наши ордера и выставление ордеров. Мы не перевели наш USDT с P2P. Давайте покажу, как это сделать. Все, от и спот. Здесь показывается наш баланс на споте, но, как бы, нам надо открыть P2P кошелек. Переходим на P2P кошелек. Это все делается через вкладку кошелек, и тут есть все ваши кошельки. Вот, и нас интересует перевод с, по ходу пополнения он называется, на Fiat и спот. Нажимаем подтвердить. И этот тезер уже упал на наш кошелек. Все, что находится на Fiat и спот, подвязано к вкладке торговля обычная, да, то есть к продвинутой. Ну, и к конвертации в целом тоже. Вот, теперь у нас вот стало 49, это все, что мы купили на P2P. Смотрите, у нас есть два типа ордера, есть лимитный и рыночный, да, и есть биржевой стакан. Давайте разберемся, что это такое. Биржевой стакан позволяет нам расставлять лимитки, да, давайте. И тут можно сделать кратное, да, кратное одному центу, 10 центам, доллару, 10 долларам, 50 долларам, 100 долларам. Так как биток, как бы, довольно дорого стоит, то можно поставить там кратное 10 долларам. Ну, или даже, наверное, там 100, если нас интересует спот. И сейчас у нас цена 43,400, там, да, 43,500. Я, например, хочу купить биток по 42,500. Я выставляю, там, хочу купить на 50% объема. Что в таком случае происходит? Я поставил ордер на покупку по цене 42,500, да, тут можно поставить разный таймфрейм графика. То есть, когда цена упадет до значения 42,500, дойдет сюда, да, давайте вот сделаем белым, чтобы видно. То я вот тут его куплю, да, все очень просто. Также этот ордер, нет, тут нельзя двигать, он просто показывается на графике. Его можно отменить, нажав крестик. Можно отменить, мы видим его в открытых ордерах, можно вот так его отменить, нажав на мусорку. Да, если я хочу, там, купить, и, например, там, по 39,000, я просто вбиваю тут 39,000, вбиваю нужный, там, объем, нажимаю купить. Все, ордер поставился, и когда цена сюда дойдет, я куплю. Так же само, если у вас есть биток, да, у нас его сейчас нету, нам надо его купить. Для этого мы его можем купить, как я показывал, лимитными ордерами, либо, если он нам нужен здесь и сейчас, нажать кнопочку маркет и купить по маркету. Все, купил по маркету, теперь у нас есть биткоин. Теперь могу нажать продать, точно так же, да, хочу продать, наверное, по 45,000, я думаю, что он там будет расти, убиваю цену, убиваю весь объем, нажимаю продать, и у меня сейчас на 45,000 выставится лимитка на продажу. Если я думаю, что, например, оно сейчас упадет, и я не хочу держать биткоин, то я могу этот ордер отменить. То есть я не могу сейчас продать по маркету, мой биткоин залочился в этом ордере. Чтобы мне сейчас продать по маркету, мне нужно сначала отменить ордер, и потом нажать продать по маркету. Но смотрите, какой момент, это очень частая проблема. Если я выставил продать по 45, да, то когда я зайду в фиатный кошелек, какой момент у меня вообще будет? У меня будет написано, что у меня есть биткоин, да, но там 0,0005, но доступно у меня там, грубо говоря, 0. Почему так? Потому что этот биткоин залочен под ордер на продажу. Если я отменю этот ордер, то у меня вот здесь доступно станет столько же, сколько и всего. Смотрите, обновляю страницу, нажал контр-р, можно обновлять, как обычно. И у меня доступный баланс, да, стал совпадать с общим балансом. Дальше, хочу продать по маркету, нажимаю продать 100%, и биткоин продается по лучшей цене. Как это происходит? Лучшая цена, это то, что находится между ордерами на продажу и ордерами на покупку. То есть, это рыночная цена. А разница между ордерами на продажу и на покупку называется спред. На низколиквидных монетах этот спред может быть, то есть, видите, на биткоине типа 78-79. На низколиквидных монетах, да, может быть разница там даже в 2, 3, 5 долларов. То есть, там, может быть, на покупку хотят покупать по 43, там, 300, да, а продают по 43, 800. И вот эта разница называется спредом. Вот. Смотрите дальше момент. Если вы хотите купить, да, и ставите, там, шах цены в 10 долларов, если вы вставляете, там, 43, 500, да, там, какой-то объем купить, то пока цена не дойдет до 43, 500, биткоин не купится, да. Но, есть еще моменты, люди говорят, я, например, хочу купить, когда цена, там, пробьет вот этот уровень, хочу зайти в пробой, ну, условно, да. И нажимаю, там, 44, там, 400, купить биток. Да, сейчас цена ниже, чем 44, 400, да, сейчас цена 43, 500. Но, если вы вбили 44, 400 и нажимаете купить, то у вас биткоин автоматом покупается. Почему так? Вы выставили цену выше рыночной, и вам купилось по, грубо говоря, рыночной цене. Если вы зайдете в историю ордеров, то вы увидите, что вы хотели купить по 44, 400, а купили по 43, 524. То есть, если вы нажимаете купить по цене сильно выше рынка, оно купит вам просто по лучшей рыночной цене. Это будет то же самое, то, что нажать купить по маркету. Так же самое и с продажей. То есть, если вы хотите свой купленный биток продать, например, поставить стоп, там, на 42, 800, например, да, и нажмете вот так, да, 100% битка продать по 42, 800, то, ой, а биток продался. Ну, вы вбили 42, 800, а продался он по 43, 481, да. Почему так? То же самое в обратную сторону. Теперь смотрите, если вы купили биток и хотите в случае его падения продать его по 42, 800, то вам нужно использовать стоп, лимит, ордер. Тут есть две цены, стоп и лимит. Пишу тут 42, 800, а продажа по 42, 780, например. Зачем это дело? Что значит стоп? По цене 42, 800, 42, 780. По цене 42, 800 выставится ордер на продажу по цене 42, 780. Соответственно, вбиваю весь свой биток. Ставлю продать. И вот у меня уже написано стоп лимит ордер. При цене 42, 800 он сработает и поставится на цену 42, 780. То есть условие активации 42, 800. Когда цена дойдет до 42, 800, поставится ордер на продажу по 42, 780. Это сделано для того, чтобы если цена будет падать очень быстро, очень резко, чтобы ваш ордер заполнился. Потому что в противном случае, если вы поставите 42, 800, 42, 800, при резком падении цены, ваш ордер поставится на продажу по 42, 800, а цена уже будет находиться под ним, да, и ордер оставится на продажу. То есть цена, ну, биток не продастся, и цена может идти сильно ниже. Поэтому надо ставить зазор небольшой. Вот, так же самое, если вы хотите покупать в пробой, но я этого делать не советую, можно использовать стоп лимит на покупку, да, так же самое, там, на 44,400, покупка по 44,420, да. И купить БТЦ. То есть, так же самое, появится ордер на покупку в случае, там, пробоя хаев. Ну, в общем, вы поняли. Что такое, по факту, у нас вообще спотовая торговля? Спотовая торговля, это у нас, по факту, ну, простым языком, просто обменник. То есть, вы меняете ваш тезер, ваш биток, одно на другое, или, там, можете купить любую монету, там, эфир и так далее. То есть, это просто обмен одной монеты на другую. Впоследствии вы эту монету можете вывести. Нажать кнопочку «Вывод». Вывести вы можете ее на кошелек, вывести можете ее отправить, там, другу, за что-то заплатить, в обменку отправить и так далее. Работает это очень просто, сейчас вам все покажу. Видите, нажал «Вывод», обрезал чуть экран, чтобы было не видно моих недавних выводов, думаю, вам это точно не нужно. Нужно выбрать сначала сеть. То есть, все монеты поддерживаются на разных блокчейнах. Тот же тезер поддерживается на блокчейне эфира, на блокчейне трона, на блокчейне Binance Smart Chain и на BIP20. Это все, по факту, абсолютно разные блокчейны. То есть, если вам нужно отправить на Metamask, на кошелек эфира, нужно выбирать сеть эфира. Если вам нужно отправить с Binance на Binance, то в целом неважно, какую сеть я выбираю. Если вам нужно отправить, например, с Binance на какую-то другую биржу, то лучше выбирать TRX, потому что комиссия в TRX 1 доллар, комиссия в эфире 25 долларов. Так еще и время ожидания в TRX меньше, чем в эфире, потому что сеть эфира загружена. Если вам нужно отправить на сеть Binance Smart Chain, то надо выбирать Binance Smart Chain. Итак, у каждой монеты есть свой блокчейн, который она поддерживает. То есть, если мы выберем BTC, например, на BTC, то в сети BTC будет эфира, битка, Binance Smart Chain. Если вы выберете, например, монету, ну пусть это будет условно Село, то тут будет только сеть Село. Больше она нигде не поддерживается. У нее свой блокчейн и вот это Село. Если вы там выберете, например, KSM, то у нее тоже будет только Kusama, ну и вот на Binance Smart Chain она есть. Поэтому обязательно смотрите, какой адрес вы вводите. Если вы копируете кошелек в сети Kusama, то выбирайте сеть Kusama. Например, кошелек у USDT, кошелек Binance Smart Chain и эфира абсолютно одинаковые. Если вы выбираете эфир, оно придет в сеть эфира. Если Binance Smart Chain, то в сеть Binance Smart Chain. Ну, я думаю, показывать не надо. Выбираете сеть, вставляете кошелек, нажимаете вывод, подтверждаете на почте, двухфакторкой на телефоне и отправляете денежки. Ну, то есть, там показывать нечего. Думаю, это вам точно не нужно. Разберетесь сами. То есть, с выводом разобрались. То есть, Spot у нас по факту это обмен одной валюты на другую. И дальше можно их выводить. То есть, это по факту, ну, вы пришли на рынок с гривнами или с долларами, зашли в обменку, доллар поменяли на гривну, а потом за гривны там купили себе, например, манго. И все, и дальше вы там этот манго съели. Вот это Spot-овая торговля. То есть, обмен монеты на монету. Ну, или там для холда, например, да. Вы хотите захолдить монету, например, CRV. Вы зашли, торговля, да, продвинутая. Выбрали там курбу, да, CRV, например, да. И нажали там купить на какой-то сайз. Все, да, купили. И она у вас появилась вместо USDT, да, там и биткоина, которые у нас там были до этого, появилась монетка CRV. Да, ее там дальше можно вывести на различные блокчейны. А, нет, она только в сети эфира есть, сори, я тупанул. Ну, короче, вывести в сети эфира и застейкать на самой курве, еще и фармить за нее. Ну, пожалуйста, занимайтесь. Думаю, со Spot-ом разобрать. Дальше у нас будет, наверное, самая сложная тема. Это Binance Futures, потому что там действительно нужно разобраться, прежде чем вообще туда заходить. Вы видите, вы тот тезер, который мы купили. Нажимаете перевод. С Fiat и Spot выбираете фьючерсы. Фьючерсы и USDT-M. Сейчас расскажу, в чем разница. Выбираю где тезер, нажимаете перевести все. Смотрите, фьючерсы есть двух видов. Есть USDT-M и есть Coin-M. Давайте сейчас разберемся, в чем разница. Обязательно, перед тем, как заходить на фьючерсы, даже после просмотра моего видео, нажмите на ответственная торговля, зайдите на нее и прочитайте все, что здесь написано. Прочитайте про страховой фонд, про ADL, про защиту цены, все, что тут есть. Потом, когда вы заходите на фьючерсы, здесь есть информация и есть понятие такое гайд. Зайдите, прочитайте ответы на все вопросы. То есть, вникните, просто чуть-чуть разберитесь, чтобы у вас был бэкграунд, чтобы вы понимали, что вы делаете. Они своими деньгами платили за то, что вы разбираетесь. Ведь все уже написано для вас, все рассказано. Просто никто никогда не читает инструкции, да, понятное дело. Давайте разберемся, в чем разница между Coin-M и USDT-M. Для того, чтобы торговать на Coin-M, вам нужно туда закидывать именно монеты, которые вы хотите торговать. Что это значит? Сейчас покажу. Если вы зайдете в кошелек, фьючерсный кошелек, то у вас здесь будет USDT-M и Coin-M. Для торговли на... У меня тут монетки есть какие-то, что я тут пробовал. Для того, чтобы торговать битком, на Coin-M вам нужен биток. Для того, чтобы торговать эфиром, вам нужен эфир. Для того, чтобы торговать BNB, вам нужен BNB и так далее. То есть, вы не можете просто закинуть, вот если мы зайдем на USDT-M, то мы здесь можем закинуть какие активы? Мы здесь можем закинуть тезер, BNB и BUSD, которые будут в качестве обеспечения ваших позиций. И все. То есть, вы закинули USDT, закинули чуть BNB для того, чтобы уменьшить комиссию. Кстати, про BNB мы тоже поговорим. Я думаю, наверное, прямо сейчас и сделаем отрывок про BNB. Что вообще такое BNB? BNB это внутренний биржевой токен биржи Binance, который находится на пятом месте среди всех криптовалют. Есть очень много токенов других бирж. Например, если мы посмотрим FTT на 26 месте, там есть токены биржи Bitmax, биржи Waves и многих других. Но как бы BNB в самом топе у нас. Какие вообще плюшки у BNB? Если мы посмотрим, то BNB это токен Binance Smart Chain и токен само BNB. За BNB можно получать скидки на комиссию увеличенные, можно участвовать в ИОшках Binance, можно закинуть в Vault и получать пассивный доход на BNB. За его холд, если вы держите его в стейкинге, как правило, Binance дает кучу плюшек, кучу аллокаций в проекты. В общем, если коротко, вот если вы там в 18-19 году купили BNB, когда он стоил нам 5-10 долларов, участвовали в всех ИОшках, да, и вот разгонялись, 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 и все длили в BNB, то BNB, во-первых, сам вырос там в сотни раз, так он еще и как бы ты его количество мог увеличить. То есть ты занес BNB в ИОшку, поучаствовал в ИОшке, тебе дали аллокацию, занес BNB, ИОшка вышла с иксами, слил эти иксы в BNB, увеличил количество BNB. И вот так вот можно крутить, то есть утилити у токена очень большое, плюс есть Binance Smart Chain, который работает на BNB, там все большинство токенов, LP токенов, да, и все подвязано, вся ликвидность к BNB, все комиссии плавятся в BNB, и в общем BNB это такой экосистемный токен, который подвязан везде, и у Binance он по факту один, то есть если у других бирж много разных токенов под разные задачи, не буду сейчас в обзоре Binance и BNB называть кучу других бирж, да, и рассказывать, как у них устроено, но мне очень нравится Binance тем, что они сделали один токен, и на него делают вообще все, все подвязывают под свой токен, и максимально его качают, у него utility просто максимально, вот, возвращаемся к фьючам. CoinM я не сильно советую использовать новичкам, да, и таким любителям, как бы если вы знаете, зачем оно вам надо, то вы скорее всего уже не любитель, или вы как бы и без обзора это знаете, я не буду долго рассказывать про CoinM, да, то есть вы-то там закинули биток, и вы держите биток, и можете там еще позу на фьючах открыть, держа биток, но как бы это сильно грузит, там совсем другая математика, мы будем говорить с вами исключительно про USDT-M, куда мы закидываем свой тезер, если есть BNB, и чуток BNB, включаем опцию использовать BNB в качестве комиссии, сейчас покажу, где это делается. Для того, чтобы попасть в меню с комиссиями, нужно нажать деривативы, USDT-M, и потом в профиле нажать панель инструментов, далее в этом меню надо промотать чуть-чуть вниз, нажать ваш уровень торговых комиссий, и здесь включить использование BNB для комиссии, то есть скидка 25%, вот эта галочка, то есть если она у вас не стоит, обязательно ее включайте, и если вы много торгуете на фьючах, за больший объем торгов дается большая комиссия, то есть Binance в этом плане максимально лояльнее к своим пользователям. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что этот аккаунт сделан для записи видео, и как бы сейчас начнется, а вот у него объем торгов на фьючах 0, ну понятно, что на этом аккаунте я не торгую, а свой показывать по понятным причинам не хочу. BNB разобрались, с BNB для комиссии разобрались, USDT на счет фьючей закинули, теперь будем разбираться с фьючами. Смотрите, я уже на примере спота показывал, как входить лимиткой и как входить по рынку, да, и что происходит, поэтому заново там разбирать момент с входом по рынку или лимиткой не будем, потому что по факту то же самое. Но если вы на споте, когда покупаете, у вас одна монета меняется на другую, то когда вы торгуете на фьючах, у вас просто берется позиция, у вас ничего не покупается. Советую чуть настроить терминал, убрать вот эти кнопки, которые можно случайно нажать, убрать машки, максимально сделать там красивый, четкий график себе. Я обычно пользуюсь TradingQ, потому что он удобнее всех. Если мы там фьючи торгуем, то это, скорее всего, внутри дня, да, там глупо брать позицию на фьючах на дневном графике, потому что, ну, есть понятие фандинга, которое мы тоже сейчас обсудим. Включаю TradingQ, включаю таймфрейм поменьше, убираем машки, потому что, ну, какие инструменты они нам не нужны, они только отвлекают, ну, почему-то базовые все всегда добавляют. И начинаем разбираться. Первое дело, что нужно понимать, есть две виды плечей. Плечи есть изолированные и есть кросс, перекрестные. На английском это называется кросс. Я пользуюсь кросс-плечом. Плечо советую по дефолту поставить себе там 10x, да, и дальше смотрите, что происходит при перекрестном плече с 10x. Вот если у вас есть на аккаунте 50 долларов, это значит, что вы можете в любой момент взять позицию на 500 долларов. То есть, если я нажму Market, да, то при 100% позиции, куплю, если по маркету, да, что произойдет? Произойдет, что у меня появилась позиция, в которой почти вся моя маржа с 10-м плечом, и по факту у меня позиция на 500 долларов, да, то есть даже если мы сейчас умножим, возьмем, откроем калькулятор, и 0,011 битка умножим на текущую цену, по которой я взял, 29,509, мы увидим, что у меня позиция на 480 долларов, по факту, ну, на 500. Да, смотрите, я открыл позицию по маркету, как ее мне закрыть? Первый, да, вариант, это нажать, вот тут, закрыть все позиции, закроет весь лист позиции, закрыть позицию по рынку, если нажму рынок, то позиция просто, ну, продастся сразу же, да, давайте сейчас возьму другую позицию по рынку, вот, я могу ее закрыть лимиткой, например, хочу закрыть по 44 тысячи, нажму лимит, то на 44 тысячи выставится ордер на продажу, он будет показан в открытых ордерах, я могу его отменить, как на графике, крестиком, так и, давайте еще раз поставим его, так и вот здесь, да, нажав на мусорочку, смотрите, что нужно знать дальше, я не буду сейчас проводить урок по риск менеджменту, у нас и так очень много материала касательно риск менеджмента, какой должен быть риск менеджмент, как его просчитывать, про риск ревард, про лимит риска на сделку, вот эта вся история, я не буду об этом сейчас рассказывать, нужно просто научиться пользоваться интерфейсом Binance, да, поэтому не говорю сейчас много про риск, просто показываю, как это делать, например, я думаю, что сейчас мы там начнем расти, я беру на, допустим, какой-то объем, я не буду сейчас риск просчитывать, если что, риск просчитывать максимально просто, если мы хотим сейчас встать в лонг, берем длинную позицию, да, нажимаем там, ну, мы хотим там, допустим, не будем сейчас там долго крутить, хотим войти по рынку, да, берем магнит, ставим прямо на текущую цену, вот так, там, стоп подлой, и тейк где-то там, ну, вот такой, например, нажимаем на эту штучку, нажимаем колесико, и здесь у нас есть размер счета, вводим 50 долларов, есть наделка 1%, если я хочу вот так войти в сделку, вот в такой лонг, я сразу же вижу, что у меня риск ревард получается 4,6, это в целом приемлемо, главное, чтобы был выше 2, ну, то есть 2 это такой минимум, я обычно беру там сделки 3,4,5 RR, ну, риск прибыли, да, риск ревард, мне пишет, что нужно взять 0,002 битка, я вот тут ввожу 100%, 0,002 битка, и у меня сразу же есть стоп и тейк, я нажимаю вот эту галочку, советую всем пользоваться, обязательно выбирать цена маркировки, не последнюю, а цену маркировки, и стоп лосс, 43, 43, да, 3,3, 3, как у меня вот здесь, и тейк профит, 44,947, сейчас нажимаю купить лонг, топ по рынку, я вошел, да, вот видно, моя позиция 0,002 битка, с стопом на 43,330 долларов, с тейк профитом на 44,947, да, вот, да, и у меня сразу же видно, благодаря вот этой истории, где я вбил сразу же, да, поставил ее на график, поставил точку входа, стоп тейк, и в настройках вбил свой депозит или митриск, она сразу же просчитывает, какую позицию нужно брать, это вот самое простое, что можно было там придумать, да, на скорую руку вам рассказать, кто вообще не знает, и так как я вошел по маркету, у меня есть там рыночная цена входа, есть цена маркировки, что такое цена маркировки, она берется, это индексная цена, вот есть индекс, давайте посмотрим, есть понятие индекса цен, который берется с разных бирж, и формируется индексная цена, вот, это сделано для того, чтобы если вдруг на том же бинальсе, кто-то решит поманипулировать ценой, да, и там продаст очень большую, там сделает какой-то, какой-то откроет ордер, на очень большой объем, и провалит цену, чтобы вас там не ликвидировало, либо не закрыло стоп, потому что на других бирж этого не происходит, это есть цена маркировки, цена индекса, поэтому все ордера ставьте по цене маркировки, и ликвидировать вас будет по цене маркировки, а не по последней цене, дальше у меня есть позиция, которую я открыл, и у меня есть открытые ордера, из них это стоп ордер, и тейк профит ордер, когда цена дойдет до сюда, позиция закроется, и стоп уберется, либо же цена дойдет до сюда, я закрою сделку с убытком, и тейк профит тоже мой уберется. Я могу нажать закрыть по рынку, и закрылись и мои ордеры, стоп, и тейк, и сама позиция, что очень удобно. Если вы спешите по какой-то причине купить биток, те же там 0.02 битка, да, купили, стали в лонг, у вас нету ни стопа, ни тейка, ничего, и вы хотите выставить стоп на те же 43333. Для этого выбираем на фьючах, есть кнопка стоп маркет, обязательно пользуемся стоп маркетом, выбираем цену маркировки, пишем 43333, ставим галочку сокращения позиций, что это такое? Нажимаем сокращение позиций, выбираем 100%, оно сразу же подтянет, что у вас позиция на 0.02 битка, и вот будет продать 0.02 битка. Если убрать галочку, то мы можем продать аж 0.0.13 битка, то есть сильно больше. Все, продать шорт, ставится стоп ордер, стоп маркет ордер на продажу, и так же самое могу поставить стоп ордер на тейк профит, например, там на 44.521, так же самое на 100% позиции, тоже с сокращением позиции. То есть это будет тейк профит, это будет стоп ордер. Что значит сокращение позиции? Если вы не выберете эту галочку, когда ставите стоп или тейк, если вы вот так уйдете от компьютера, например, ляжете спать, цена сделает вот так, заберет ваш стоп, у вас закроется эта позиция, закроется сам стоп, а вот этот ордер останется висеть. И он будет висеть таким образом, что если вы, допустим, пошли спать, вам выбило стоп, а цена пошла вверх, то вот в этот момент вам нальет шорт. И если цена потом пойдет сильно вверх, то у вас за ночь может ликвидировать. Поэтому все ордера, которые для фиксации позиции, то есть тейк профит, либо стоп плос, обязательно нужно ставить с галочкой сокращение позиции. С этим, думаю, разобрались, да? Ничего сложного. Если я хочу сейчас закрыть позицию, нажимаю рынок, эти два ордера останутся, потому что я их выставлял отдельно, а не при входе в позицию через TPSL. Их надо снять, но даже если они останутся, ничего страшного там не произойдет. Если цена там кольнет, либо стоп лосс, либо тейк профит, ордер просто исчезнет, вам не нальет. Потому что у него условие, что можно только сокращать позицию этим ордером. Нельзя ее нарастить, да? То есть он не сможет встать в шорт, сможет только, ну просто он исчезнет. Он бы мог заполниться только при условии, если у вас была позиция. Дальше. Если вы хотите встать в сделку, например, да, там, вы видите, что цена там, тут уже формируется там ликвидность, да, вот это все ликвидность, цена сейчас пойдет ее собирать, и дойдет, например, там, давайте откроем, 30-минутный график, у вас там цена сформировала какую-то ликвидность, которую хотелось бы снять, да, но этот я так сейчас просто навешиваю, а бы навесил, да, мы вот это должны все снять, и прийти там, например, допустим, вот в эту зону. Да, и вы хотите от этой зоны взять лон. Что мы делаем? Мы ставим, что мы там хотим, это короткая позиция, это шорт, мы сейчас только лон говорим, шорт все так же само, только зеркально. Теперь хочу поставить стоп сюда, войти в сделку сюда, а трик профит там куда-то повыше. У нас там сделка 6.23, риск-ревард, да, и сразу же прописывают, можем там стоп покороче, да, сделать, чтобы... Давайте, например, возьмем 10% риска, или там 30, да, чтобы просто показать, как это работает. Я, например, готов там взять сделку с 10% риска, ну, понятно, что этого делать нельзя, я просто показываю на примере 50 долларов. Мне сразу посчиталось, что нужно взять позицию 0.0.46 битка. Что я делаю? Нажимаю лимитный ордер, да, то есть я жду, что у нас произойдет вот такое движение, да, то есть мы отскорректируемся, да, и потом там цена пойдет вверх, да. Я беру, вписываю, что я хочу по 40 807, купить 0.0.46 битка, 0.0.46 битка, нажимаю кнопочку TPSL, с стоплосом 40 384.66, и с тейк профитом 44 811 3083. Нажимаю купить лонг, купить лонг, и что сейчас произойдет? На, мне не хватает, не хватает столько денег на аккаунте, не хватает 10-го плеча, чтобы выставить этот ордер, да, то есть, например, я хочу там купить 0.0.12 битка, все, у меня поставился ордер на покупку, он стоит 1 ордер на покупку, когда он наполнится, у меня сразу же поставится стоп, там, где он, да, вот тут стоит, и сразу же поставится этот тейк. Вот, вроде все объяснил, то есть, все стопы ставим через стоп-маркет, используем цену маркировки, ордер стоп и тейк обязательно с галочкой сокращения позиций, но если вы входите в сделку, советую заранее использовать вот эту кнопочку TPSL. Вот, поэтому разобрались. Важно понимать, что фьючьи это взятие позиции, да, то есть, вы просто торгуете по факту воздух на фьючах, и вы не можете потом купить биток на фьючах и отправить его другу, да, то есть, это, я думаю, всем понятно. Про плечи и маржу рассказал, то есть, входя в позицию, у вас сразу же есть маржа, да, то есть, 13.14, это та маржа, которая используется для этой сделки. Давайте покажу на примере не перекрестной маржи, а изолированной. То есть, мы берем там, например, давайте возьмем 20x, 20x, и возьмем какую-то позицию там, ну, так, например, не важно. Что это значит? У нас 11 долларов маржи, и цена ликвидации 41.758. Что это значит? Что когда цена дойдет до 41.758, то есть, да, примерно где-то сюда, наша позиция ликвидируется, и у нас заберут 11 долларов маржи. То есть, маржа, это наше обеспечение. Если мы маржу увеличим, то цена ликвидации сильно опустится, будет 36 тысяч, то есть, не здесь, не 41, там 700 чем-то, а уже 36. Если мы отсюда заберем маржи, да, ну, там, я ставим 16 долларов, то цена ликвидации сразу же подпрыгнет. Ну, это понятно. То есть, маржа это то, чем вы рискуете в сделке. Она обеспечивает вашу позицию. То есть, когда вы потеряете свою маржу, то есть, когда у вас в P&L будет минус 16, из 2 доллара, биржа закроет сама позицию, пусть это иначе, ваша позиция ничем не обеспечена, и биржа должна будет сама покрыть ваш убыток. Биржа этого допустить, конечно же, не может, и она просто ликвидирует вашу позицию. Каким образом? Она вашу позицию вставит в стакан на продажу или покупку в зависимости от позиции. Если это лох, то на продажу, если это шорт, то на покупку, конечно же. Да, если вы хотите закрыть позицию частично, да, у вас есть там позиция, какая-то, неважно, и вы хотите частично ее закрыть, то вы можете просто по рынку продать, нажать сокращение, да, и, например, там продать, половину позиции, то есть у нас там 0.0.11 битка, если я выбрал сокращение позиции по рынку на 50%, нажал продать шорт, у меня стало 0.06 битка, если я хочу от 0.06 битка еще половину продать, 0.0.10 битка с галочкой сокращение. Если я беру галочку сокращение, нажму 50%, то я переверну сейчас в шорт, потому что, ну, как бы, она использовала мою доступную ликвидность, умножила на плечо, да, и вместо лонга у меня уже шорт, поэтому все сокращения позиции делайте с лонга в шорт или с шорта в лонг. Вот, также на бирже присутствует фандинг. Что такое фандинг? Давайте посмотрим. Фандинг – это ставка финансирования, да, и вот ставка сейчас 0.01%, и она снимается. Давайте сейчас посмотрим на Binance, сейчас я найду информацию про все это и покажу вам красивенько. Что такое ставка финансирования? Давайте очень просто. Есть понятие спотовой цены и фьюча. Как я сказал, фьюч по факту это воздух. И если цена на споте сильно больше, чем на фьючах, либо цена на фьючах там сильно ниже, чем на споте, да, как это происходит? Если рынок сильно растет, то люди берут много позиций, да, в лонг. И на фьючах, имея 100 долларов, ты можешь взять позицию на 1000 долларов или даже на 10 тысяч долларов используя кредитное плечо. Таким образом, ордеров на покупку на фьючах сильно больше и цена на фьючах сильно выше, чем на споте. Иногда может быть цена на споте 10 долларов, а на фьючах, например, 15. Такое тоже бывает. Но в таком случае ставка финансирования очень больно кусается и она забирает с позиции трейдеров, которые держат лонг, деньги, чтобы выравнивать цену, если очень простым языком объяснить. То есть, фандинг это плата за то, что ты держишь позицию и высчитывается она разницей между спотовой и фьючерсной ценой. Если вот очень просто обобщить. Вы можете про все это загуглить, почитать. Тут сейчас видео про фандинги, как это работает. Я пытаюсь очень коротко, простыми словами, обычным языком объяснить пользователям, как это работает. То есть, фандинг сделан для того, чтобы цена на фьючей и на споте была максимально одинаковой. И выравнивается она за счет участников на рынке, на самих фьючах, за то, что они платят за то, что ты держишь позицию. Если фандинг стандартная, ставка финансирования, ставка фандинга 0,01%. Это говорит о том, что все, кто держит лонг, будут платить, а все, кто держит шорт, будут получать. То есть, оно идет от одних к другим. Вот. И если же там ставка финансирования сильно плюсовая, то открывая шорт, вы будете получать каждые, по-моему, 6 часов, на бинате вроде каждые 6 часов, вы будете получать, каждые 8 часов, будете получать выплаты в размере 0,01% от своей позиции, если держите шорт, и платить 0,01% своей позиции, если держите лонг. Ставка может быть разная, если она может уйти в минус, если рынок падает, то ставка обычно в минус уходит, и все, кто держит шорт, платят всем, кто держит лонг. Вот. Вот так это работает. Про фандинг вроде коротко рассказал. Зачем вообще это нужно знать? Если вы хотите что-то купить надолго, ставка финансирования обычно 0,01%, то на протяжении года вы заплатите очень много. По факту 0,01% каждые 8 часов, то есть это 0,03% в сутки, 0,01% умножим на 3 в сутки и умножим на 365, то мы получим, что это целых 10-11% вашей позиции в год при ставке 0,01%. Она может быть сильно выше, если ставка уже будет 0,05% держаться за год, то это получается, что вы за год заплатите 54% от своей позиции. То есть держать на всю час сделки очень долго невыгодно, потому что ставка может быть вообще 0,01% и тогда за год позиция полностью сжирается. Поэтому в сутки это для краткосрочной спекуляции, там внутри дня, там день, два, три, может там максимум неделя. Также, конечно, стоит сказать, что на бинальсе есть так же, как и на споте, есть стакан и есть лента. Стакан показывает, кто по какой цене хочет продать, купить, да, а лента показывает, что люди делают вот конкретно сейчас. То есть сейчас вот кто-то купил по биток, по вот такой-то цене, вот такое-то количество вот в это время. Да, вот покупки, все продажи есть стакане в ленте, вот эта лента называется, это называется стакан. В стакане есть ордера на продажу и на покупку. Можно вот так сделать на покупку, вот так на продажу, можно сделать там кратный стакан на 100, либо своей, какие у нас ордера на покупку расставлены по каким ценам. И то же самое посмотреть по каким ценам на продажу сколько стоит битка. Вот, то есть, ну, такие базовые вещи, которые в целом, ну, я думаю, вы уже должны знать, если вы хотите заехаться на бинальсе. Я очень стараюсь, чтобы контент был хороший, классный, познавательный, интересный, полезный, профитный. Поэтому прям сейчас подпишись на наш канал, поставь лайк, колокольчик, давай, сделай это. Вот там, все внизу, это все очень просто делается. Давай сделаем это вместе, да? То есть, да, а почему нет? Вот будет, вместо этого видео будет наше, да, видео про бинанс, тебе надо просто нажать лайк, и, так как я сижу с страницы Дамблтопа, подписаться я не могу, но здесь будет подписка и колокольчик, так что нажимай, не думай уже, уже нажми, пожалуйста. Также на всех биржах фьючерсных есть понятие ADL, это автоделевериджинг, то есть, уменьшение кредитных плеч, он обычно состоит из таких полосочек, там идет одна, вторая, третья, четвертая, пятая, и чем больше полосочек, тем больше шан к тому, что ваша позиция может быть автоматически сокращена. Это сделано для того, чтобы, грубо говоря, если не вникать прям глубоко, для того, чтобы биржа нормально работала, и все позиции нормально открывались, закрывались. Если у вас очень большая позиция с большим плечом, у вас там, например, 1000 долларов на аккаунте, вы взяли сотое плечо, и у вас уже 100 тысяч долларов позиция, хотя обеспечение 1000, и цена идет сильно в вашу сторону, да, то, как бы, чтобы потом ее можно было нормально закрыть, и не было там жестких сквизов, каких-то палок непонятных, ликвидаций, вашу позицию автоматом может закрыть. Это не Binance придумал, это вынужденная мера для того, чтобы все работало нормально. Это я объясняю простым языком. Кто сейчас жесткий трейдер, знает, как это все работает, скажет, ты же мог рассказать по-другому, видео нацелено на новичков, и я стараюсь максимально просто и доступно им объяснять. Если я сейчас полезу в очень техническую часть, видео станет неинтересным, непонятным, и они его, скорее всего, закроют. Поэтому, кто очень прошайный, пожалуйста, сделайте на это скидку нашим зрителям и мне тоже. Говорю это для того, чтобы люди потом не говорили, что Binance специально закрыл мою позицию, потому что она была сильно профитная, да, и как бы вот почему так происходит, это не Binance, это, ну, так устроены фьючи, да, это такой механизм работы. Поэтому будьте к этому готовы. Следующая тема это маржинальный счет на Binance. Очень многих новичков эта тема ставит в ступор. А зачем это надо? Почему есть фьючи? Все же можно сделать проще. Давайте сейчас разберемся, что это такое, как это работает. Маржа сделана для того, чтобы если вы, например, держите условный BNB, у вас там весь депозит лежит в BNB, и вы решили вдруг купить еще сверху, например, битка или эфира в лонг. Давайте вот покажу, как это работает. У меня сейчас USDT лежит, да, я сейчас захожу на торговлю, опять же, на продвинутую, выбираю теперь тут маржа, перехожу на маржу автоматически, и вижу, что у меня здесь лежит моих 50 долларов, да, которых я уже перевел. Смотрите, я сейчас куплю BNB на весь депозит. Представим, что у меня весь депозит лежит в BNB. Все ордера нужно делать в режиме обычный, по маркету покупаю на все BNB, ну, что вот, представить ситуацию, да, то, что я озвучивал, представим, что у вас все в BNB, обновляем счет, у нас теперь вместо USDT будет все в BNB, будет там 0.1, 0.2 BNB, сколько там, 0.13 BNB, да, и вот у меня есть BNB, и я решил купить эфира. У меня больше нету никаких средств, у меня есть только BNB, но я хочу купить еще эфира. Я перевожу BNB на маржинальный счет. Дальше, возле тезера нажимаю взять и занимаю у биржи еще тезера. Под залог моих 50 долларов BNB мне дают 100 тезера, то есть, третье плечо. У меня есть 50 долларов, умножаем их на 3, получаем 150 долларов, то есть, у меня лежит 50 долларов в BNB и еще 100 долларов уже в тезере, хотя у меня всего было 50 долларов. Теперь, я могу нажать тут, выбрать тот же эфир, ETH, USDT и обязательно в обычном режиме на 102 доллара купить эфира. Но нужно понимать, что здесь также будет момент ликвидации в случае падения и если ваш баланс станет меньше 50 долларов, вот здесь итоговый, да, не итоговый, а средства на аккаунте, вас ликвидируют. Ну, я думаю, все понятно. Теперь у меня на аккаунте уже есть эфир и есть MaybeNB. Но, также у меня появился долг USDT. Чтобы его погасить, мне нужно будет продать тот эфир, который я купил. Для этого, опять же, маркет обычный, все ордера делаю обычный. Занять, погасить можно делать прямо через терминал, но я советую делать это через кошелек, потому что, ну, тут понятнее и проще. Да, маркет обычный и могу продать свой весь эфир, и обновляем. Мне нужно теперь будет, там, неважно, эфир вырос, там, упал, погасить долг. Но, иногда случается ситуация, что вам не хватает, например, вы взяли эфир, он начал не расти, а падать, и вам, ну, у вас осталось 50, 80 тезера, а надо погасить 101. Для того, чтобы Binance не брал за вас ежи, там, час, короче, оно берет, там, ставку за день, за то, что вы берете в долг у биржи, там, тезер, или что угодно, и для того, чтобы не платить бирже постоянно проценты, надо как можно быстрее погасить ваши заемные средства. Если у вас, то, например, не хватает, да, давайте, например, сейчас я переведу с кросс маржи на спот, там, 2 доллара, а, я не могу перевести, пока не погашу долг, ну, представим, что тут меньше, то он придется продать чуть-чуть ток BNB для того, чтобы погасить долг. Нажимаем погасить, выбираем тезер, 100% подтвердить погашение долга. Все, и дальше можно смотреть, что у вас в заимственных средствах, и желательно, чтобы там было 0, да, а, и процент сейчас капает в BNB. За то время, что я взял в долг USDT, мне уже накапало, там, ну, понятно, пару копеек, даже в гривнах, но все равно накапало, и этот долг надо погасить с помощью BNB-шек. Конечно, можно выключить эту функцию, но советую, чтобы это было в BNB, оно удобно, потому что вы можете на марже занять там тезер, купить там эфира, или занять тезера, занять битка, занять эфира, за них какие-то другие монеты купить, и потом каждый погасить будет довольно сложно, намного проще, потом просто купить BNB и погасить все в BNB-шках. Вот, и я уже отдал долг, и у меня осталось на счету мои BNB-шки. Думаю, вроде все просто и понятно, ничего сложного. И еще ситуация, например, вы держите тезер, давайте я продам BNB, для этого пишем BNB-сдт, нажимаем market, продать, допустим, вы держите тезер, но нашли какой-то классный график к битку, да, обновляем, у нас теперь есть только тезер, вы нашли, что вы хотите купить, вот здесь там, что у нас на фьючке, на марже есть, например, вам нравится трон к битку, вы берете за тезер, занимаете там биток, например, на еще 50 долларов, пишите вот здесь пару TRX, BTC, нажимаете, и в кросс-плече у вас уже есть биток, можете купить трон, ну потом, понятное дело, надо будет продать трон в биток, вернуть бирже в биток и заплатить за займ, но функция удобная, как бы иногда решает те проблемы, которые не может решить фьючи, и в целом, ну как бы, я ей иногда, но как бы не часто, но пользуюсь, иногда бывают моменты, когда маржа прям нужна, когда у меня там нет битка или он холдерский, а ты хочешь что-то купить именно к битку, а биток для этого покупать не хочешь, то очень удобно это делать через маржу, вот, но опять же, надо быть аккуратным, тут тоже довольно легко ликвиднуться, не позвольте бирже себя ликвидовать. Касательно ликвидации тоже очень важный момент, не все его понимают, когда вас ликвидируют, деньги идут не биржи, деньги идут другим игрокам, все операции на рынке, все сделки проводят игроки, если вы открыли лонг, то значит кто-то открыл шорт, если вы открыли шорт, значит кто-то открыл лонг, для того, чтобы вам открыть позицию, кто-то он должен продать или купить у вас, по-другому не бывает, и как бы биржи, Наоборот, не выгодно, чтобы вы ликвидировались. Бирже очень выгодно, чтобы вы торговали, увеличивали объем, увеличивали количество сделок, и биржа получала больше комиссий. Если вы что-то потеряли и ликвидировались, то, извините, кто-то другой заработал. Все деньги на рынке зарабатываются очень простым путем. Для того, чтобы ты заработал, кто-то должен другой потерять. Все очень просто работает. Деньги ниоткуда не возьмись, ниоткуда не берутся. Поэтому в случае ликвидации ваши деньги придут тому, кто их заработал. Ну, либо в случае срабатывания стопа. То есть биржа на этом ни в коем случае никак не зарабатывает, она зарабатывает на комиссиях, но в случае ликвидации за сложный механизм обработки вашей позиции биржа берет просто комиссию в 6 или 8 раз больше, чем в случае обычного ордера. Ну и конечно же нужно знать, что в случае, если вы входите лимитным ордером, то комиссия в 2 раза меньше, чем если вы входите по маркету, потому что если вы входите лимитным ордером, вы мейкер, а если входите рыночным ордером, вы тейкер. Как это работает? Мейкеры, они создают ликвидность стакана, они ставят лимитки, из которых потом формируется ликвидность, да, то есть чем больше лимиток в стакане, чем больше ордеров, чем больше объем ордеров, тем проще и легче торговать всем, тем больше ликвидности, соответственно, тем, кто ставит лимитки, меньше комиссии за уплату, потому что они создают ликвидность, а тем, кто эти лимитки выкупают, комиссия в два раза больше, в целом все просто и логично и довольно честно. Также на Binance есть множество других инструментов, на Binance есть академия, где они делают обучающий материал, давайте я вам покажу как это выглядит, что такое курс, как бороться с отмыванием денег, как хорошо сделать сбалансированный портфель, индекс страха, тут очень-очень-очень-очень много статей на разные темы, как использовать метамаск, что такое шорт, что такое бессрочные фьючерные контракты. И в целом я советую все это почитать, вникнуть, потому что статьи действительно полезные, годные, да, объяснение ликвидности, то, что я вам говорил, вы такие, блин, а что такое ликвидность, зашли на Binance Academy и прочитали статью, которая вкратце вам объяснила все, что вам нужно знать. Также у Binance есть благотворительная история, есть Binance Labs, да, которые они инкубируют какие-то проекты Binance Dex, Binance Research, у них есть свой кошелек, очень много продуктов, в целом это, ну, номер один компания вообще в крипте, вот. Поэтому поклассайте, посмотрите, что тут есть, если мы говорим про Binance Pool, то здесь можно застейкать биток или эфир, но честно, я не пользовался Binance Pool, как я понимаю, вы тут стейкаете свой биток, да, или там BCH, можете как участвовать, типа, в фарминге, честно, не пользовался, тут не подскажу, да, кому-то, может быть, будет полезно, но я не пользовался. Binance Labs помогают проектам, инкубируют проекты, да, всячески их там, адвазят и так далее, ну, в целом, тоже не сильно вам нужно об этом знать, это больше уже про инвестирование, про венчур, классная очень штука, это Binance Launchpad. Вот, здесь вы можете лочить свои BNB-шки в пользу проекта, как это работает. Вы лочите BNB-шки, есть какое-то количество монет на сейл, да, например, количество X, и чем больше людей накидает BNB, вот это количество монет будет разделяться на всех людей в аллокациях, то есть, если там накидали, там, 20 миллионов NB в Launchpad, да, то все монеты разделяются на тех пользователей, кто закинул BNB, и потом они получают эти монеты по цене сильно ниже, чем они потом листятся на сам Binance, и там уже люди потом выкупаются с рынка, ну, может, продают свои локации, дампят цену всегда по-разному, но ланчпады обычно всегда очень X, плюсовые, не помню там ни одного ланчпада, когда это было в минус или плохо выходил. То есть, если вы холдер BNB, то я настоятельно рекомендую обязательно участвовать в всех ланчпадах и лочить свои BNB, ну, стейкать BNB в те или иные ланчпады, чтобы получать аллокации. В бинансе есть Binance Pool, Binance Earn, Liquid Swap, Binance Pay, очень много различных сервисов, они, не всем про них нужно знать, но, как бы, рассказывать про это все в одном видео, я не знаю, насколько нужно, Binance Earn, где вы можете застейкать, например, BNB под 6,52% годовых, застейкать ETH 2.0, застейкать Tether, да, ну, конечно, выгоднее всего стейкать BNB, да, вот тут есть срок на 60 дней. Оно постоянно меняется, да, есть высокая доходность, например, можно купить монетку Harmony One, сделать LP token с USDT и получать, там, 57% годовых. Можно вообще выйти за рамки, там, Binance и найти формилку на 1000% годовых, это все вопрос риска. То есть, когда вы делаете что-то через Binance, у вас есть гарантия того, что вас, ну, никто не скоманет, да, то есть, понятно, что, там, монетка One может упасть, но деньги останутся у вас, да, вас там никто не обманет. Про Launchpad рассказал, про стейкинг рассказал, из того вот такого интересного, что хотел рассказать. А, конечно же, это Binance NFT. Marketplace, Binance сделал свой Marketplace. Многие проекты выпускают свои NFT-шки на Binance. Есть очень много различных известных личностей, кто подключился к Binance. Это теннисисты, футболисты, боксеры, да, там, сейчас вот Моргенштерна подписывают, Ивлееву, и все эти известные личности, как бы, вообще просто привлекают обычных пользователей в крипту. То есть, у которых нет крипты, нет битка, нет эфира, они не торгуют, не майнят, не фармят, не участвуют в SEO-шках, они, ну, просто обычные люди работают, да, там, не важно. Например, кто-то из них фанат Ивлеева, и тут Ивлеева выпустила свою NFT-шку, там, да, и кто фанат Дики Ивлеевой, кто, там, любит Орел и Решка, например, то зайдет на Binance, там, купит чуть крипты, и за крипту купит боксы Ивлеевой. То есть, это NFT, как adoption для большинства людей, такой, знаете, триггер для входа в крипту. То есть, как бы, прикольно, да, и они сделали свой Marketplace, на котором проходят сейлы, Mystery Box, называются, повторюсь, про то, что на Binance есть Binance CERN, это стейкинг, да, то есть, вот, там, BNB под 6,52% можно застейкать то, что говорил Binance Launchpool, да, ну, короче, чтобы вы потом поняли, где это найти Binance Launchpool, надо нажать сюда и тут выбрать Launchpad. И здесь же в Binance CERN есть высокая доходность, ну, я уже это проговорил, просто покажу, где это находится, вот, и та же вот Алиса, да, будет проводить свой сейл, где-то через 21 час будет продажа 47500 боксов по цене в 10 долларов, будет продаваться, можно нажать, посмотреть, будет видно, что продается, описание краткое, да, Алиса, там, это очень хороший NFT проект, там, игрушка с внутреннеигровыми плюшками, там, коровами, свиньями и так далее, с землями, в общем, прикольно, типа ферма, но на блокчейне, вот, и потом можно зайти на Marketplace и те или иные NFT-шки выставить на продажу, то есть, да, кто-то вот выставил какой-то такой кораблик, NFT-шку, да, там, а, нет, это, что это такое, да, это можно купить, да, сделать ставку, аукцион идет за вот картину, например, то есть, люди сходят с ума, каждый по-своему, да, но, как бы, кому нравится, там, NFT-шки, можно купить себе бинансовский рюкзак, например, за 380 долларов, купить сейчас, да, кто-то продает вот такой рюкзачок, кому он нужен, не знаю, но, может, кому-то понравится, он захочет, чтобы у него был бинансовский рюкзак, вот, наша ряба, взроблена в Украине, да, прикольно, кто-то NFT-шку сделал, в общем, да, ну, как бы, вот такую, я думаю, а, это прям реально наша ряба сделала, походу, официально, наша ряба сделала, вот, ну, короче, не знаю, кому интересно, но, как бы, если это Моргенштерн, например, и есть жесткие фанаты его, то, как бы, могут купить, там, какой-то NFT-шку его, и это будет место, например, давайте не так, если вы, у вас есть любимый, там, футболист, баскетболист, и вам хочется, чтобы был, там, футбольный мяч с его подписью, да, с подписью Рональда, но, который будет у вас стоять дома на полочке, да, вот, вот, вот там, то вместо этого можно, например, купить мяч с подписью Рональда в виде какой-то вот такой крутящейся NFT-шки, и все будут видеть, что вы ее владелец, и, там, спустя, например, 40 лет, когда, там, или 50 лет, когда Рональда станет легендой-легендой, уже не будет играть в футбол, возможно, эта NFT-шка будет стоить сильно дороже, да, и вы сможете его продать, потому что их, там, было всего 100 штук, или, там, 50, и кто-то, там, захочет ее купить, то есть, ну, каждый сходит сама по-своему, кому-то нравится NFT, кому-то нет, но то, что это происходит, это глупо отрицать, да, то, что есть хайп, спрос на это, поэтому нужно адаптироваться и принимать это. Сейчас появляются Binance Card, они уже работают по ЕС, скоро появятся в России и Украине, обязательно становитесь в очередь, пытайтесь получить карту, потому что, я думаю, это безумно удобно, когда у тебя в приложении Binance есть свой баланс, ты можешь делать покупки в реальной жизни, там, купить кофе, я не знаю, продукты, одежду, кроссовки, там, или машину, например, просто с карточки Binance за свои деньги на, грубо говоря, в крипте, на счете, на бирже. Когда это запустится у нас в Украине или, там, в России, то это будет каким-то абсолютно новым вообще шагом, абсолютно новой историей для крипты, и это большой шаг к масс-адопшену. Вот, поэтому я думаю, что нужно очень плотно стараться получить эту карту, потому что это, ну, во-первых, будет хайпово, да, когда все друзья ходят, там, платят Монобанком и Летненьковым, а вы такие, у меня вот Binance карты, я вообще классный, плачу с Binance сразу же. Я думаю, это сильный шаг, загуглите про Binance карты и встаньте, заполните заявку в очередь, чтобы ее получить одним из первых. Вот, классная история. Binance Pay – это тоже новый marketplace Binance, где вы можете уже оплачивать криптовалютой проживания, например, в гостиницах. Есть отдельная карта, вот, можно здесь стать в очередь за Binance картой, да, нажимаете «Получить Binance карт», заполняйте форму, зарегистрируйте, да, подайте форму интереса, и вы получите карту Binance одним из первых. И хотел показать вам, перейти в marketplace Binance, это отдельное приложение на телефоне, где уже можно, например, вот пользоваться отелями, да, то есть, если вы много путешествуете, работаете, занимаетесь криптой, то очень было бы классно, ну, я думаю, платить за проживание криптой, а не теми деньгами, которые приходится с нее выводить. Это сильно упрощает процесс, и многие отели уже подключились, и, блин, фича реально классная. То есть, по факту, это то, чего мы, криптаны, очень долго ждали. То есть, крипта есть, да, ты что-то там покупаешь, оно растет, продаешь, зарабатываешь, но по факту она как будто никому не нужна, никто ее не пользуется, это просто актив для спекуляции, реальных проблем не решает. А сейчас, да, там вот отправить, например, с Киева в Америку какую-то сумму денег, есть с реальной проблемой, а с криптой это вообще не проблема, это займет, там, 10 секунд времени в USDT TRC-20, я за это заплачу, там, 1 доллар, да, если это делать через банк, вы сами понимаете, что это будет сильно дороже. А сейчас уже можно и отеля платить, а скоро и Binance карта выйдет, и можно будет платить везде. В общем, ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, я надеюсь, обзор вам очень понравился. Регистрируйтесь по нашей ссылке, и очень важно, хочу сделать небольшое замечание, тут есть ссылка для регистрации на Binance, а потом есть отдельная регистрация для Binance Futures. Так как у меня есть уже аккаунт на Binance Futures, я вам не показывал, но если вы зайдете на Binance Futures первый раз, вам попросят там создать свой аккаунт. Заходите туда по нашей ссылке, которая есть в описании видео, да, вот это она, там сразу же вставится наш промокод, либо же пишите просто Higgsdrunker, и то же самое, получите скидку максимальную на комиссию на торговлю на Binance Futures. Все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось видео. Пишите свои комментарии под видео, что вы думаете, как вам обзор. Я думаю, такого обзора вроде короткого и обо всем, что есть на Binance, еще никто не делал, так что мне интересно ваше мнение. Чуть не забыл, мы договорились с Binance за классную фишку, что если у вас есть какой-то вопрос, который я не осветил в видео, или осветил, а вы все равно не смогли разобраться, вы пишите этот вопрос в комментариях, а Binance сам вам ответит на этот вопрос у нас в комментариях. Так что давайте, если есть вопросы, пишите, и Binance вам сам ответит с официального аккаунта Binance. Вообще вроде класс-класс. Любой вопрос и Binance вам прямо отвечает. Я считаю плюсово. И еще одну вещь, которую чуть не забыл, это то, что у меня дома очень много Binance мерча у меня есть. И худи, и футболки, и кепки, и блокноты, и там очень много всего. Поэтому, ребят, когда на этом видео будет 20 тысяч просмотров и 2000 лайков, я выберу случайно 20 лучших комментариев, и напишу этим людям, и отправлю мерч прямо домой. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, шлите это видео друзьям, подписывайтесь на канал, шерьте, и когда будет 20 тысяч просмотров и 2000 лайков, я со всеми свяжусь и отправлю 20 мерчей вам. Все, всем спасибо за просмотр. Пока!